Весь хая бедным. На днях Владимир Путин вновь обрадовал россиян очередными послаблениями. Президент внес Госдуму поправки к самой одиозной статье Уголовного кодекса. К статье об экстремизме. К первому ее пункту. Теперь за лайки и репосты о смешных картинах вас не будут наказывать уголовным преследованием, а лишь пожурят небольшим по сегодняшним меркам штрафом. Но если вы попались второй раз за сим непригодным занятием, то все начнется по-старому. Маски-шоу, обыски, угрозы, выбивание признательных показаний и пытки. И заведомо известное решение вашего районного суда. Государство на своем государственном языке как бы говорит нам, что один раз не... Hello, Стас! И для тебя живу я под солнцем. Для тебя! Или это вообще поговорка про президентские сроки Владимира Путина? Это сарказм, если что. В любом случае, подобные смягчения в свете последних событий с пенсионной реформой выглядят примерно так. Как если бы питерский гопник в подворотне всадил бы вам в печень нож на 5 сантиметров, но потом увидел ваше страдание, достал бы его на 2 сантиметра и с добрым таким лицом бы сказал, Терпи, парень! Ну, до скорой ты теперь точно протянешь! Ну и с добрым видом забрал бы ваш кошелек. Само милосердие. Ну и чтобы не только быть милосердным, но и уметь разбираться в хитросплетениях актуальной политики, вам нужно обязательно подписаться на канал нашего товарища. Синтез. Это правильный взгляд на события российской действительности, объективная критика инициатив нашей горячо любимой власти и живое общение с гражданами. Ну и Юрке Дудю там несколько раз досталось. В общем, подписывайтесь, ссылка в описании. А вообще, 282 статью хотели вести еще при Ельцине. Тогда режим побавился всплеска ксенофобии и пробуждающегося русского нацизма. За основу хотели взять западное законодательство, которое действительно предполагало строгую ответственность за любые проявления нацистской идеологии в публичном пространстве. На самом деле мы не против уголовного преследования за нацизм, но только не в том случае, когда нацистов преследуют и судят фашисты, которые от первых мало чем-то отличаются. А судьте кто? 282 статья благополучно была взята властью на вооружение в начале 2000-х и проделала долгий путь. Вначале по ней преследовали крайне правых радикалов. Когда они закончили, взялись за разных политических активистов, а когда притихли и они, начали сажать любого, кто криво посмотрел в сторону власти, в том числе и блогеров. Береженому Бог бережет. Важно отметить, что развитие интернета и блогинга в России стало просто находкой для любителей 282 статьи. На этих графиках хорошо видна прямая зависимость между проникновением глобальной сети в наш быт и ростом экстремистских преступлений. Хотя некоторые могут подумать, что экстремизм просто проник в благодатную почву, и доблестные сотрудники полиции начали его выжигать каленым железом во благо правопорядка и спокойствия мирных граждан. Я дурак, я вам не слушал, бросай оружие! Нет, это вряд ли. Вероятнее другое. Просто растущая аппетита силовиков, требующая бюджетных вливаний, нуждаются хоть в каком-то обосновании в виде формальной раскрываемости. Поэтому за экстремизм нужно обязательно сажать. В той же пропорции, в какое на это боговодное дело выделяются государственные деньги. Пресловутая палочная система требует выработать план по посадкам и бумажной раскрываемости, дабы хоть как-то оправдать существование целой армии политической полиции. Мы должны отстоять земную цивилизацию, рукопашный буря! Если бы целью антиэкстремистского законодательства была бы реальная борьба с преступностью, то в самом законе давно бы были вынесены изменения, которые бы позволили разграничить действительных экстремистов и простых граждан, которые, ну, несколько недолюбливают российскую власть. Представляете, бывает и такое. Вот смотрите, мы, конечно, не юристы. Но кто может объяснить нам, что значит формулировка действия, направленная на возбуждение ненависти или вражды? Существующая редакция 282-й статьи подразумевает отсутствие какого-либо объективного критерия преступления. Ну, вот если бы какие-то люди, не дай бог, конечно, пошли громить церковь, а не ловить там покемонов, то тут был бы объективный критерий. Взяли и возбудили ненависть. Слышь, псина! Но 282-я статья предлагает вас осудить просто без какого объективного критерия по возбуждению этой ненависти. Вот для примера. Возьмите и подставьте формировку этой статьи к другим статьям Уголовного кодекса. Действия, направленные на кражу. Действия, направленные на незаконное предпринимательство. Или действия, направленные на заведомо ложный донос. Но что это, как не юридическая тупость, причем тупость сознательная, позволяющая привлечь вас практически за любое высказывание, которое не понравилось, сотруднику в погонах? Во-вторых, формировка действия подразумевает умысел, то есть следствию как-то нужно доказать, что выкладывая смешную картинку в интернете про единую Россию или миллиардера Сечина, вы в полной мере осознавали общественную опасность своих действий и страстно желали их наступления. Вот именно тут у репрессивной машины возникает главный затык. Доказать прямой умысел очень сложно, поэтому часто до суда доходят лишь до умысла следствия, что ваши действия могли иметь хоть какой-то эффект. Именно поэтому правоохранители пытаются заставить подозреваемых сразу же сознаться и написать явку с повинной заранее удобными для следствия формулировками, где уже прописан ваш прямой умысел. Неудивительно, что задержание опасных экстремистов часто проводится в виде прямых облав масок-шоу с выпиливанием дверей. Это меры прямого психологического давления, необходимые для того, чтобы вы подписали все нужные бумаги. Проблема посадок за репосты – это проблема слабости нашего общества перед лицом репрессивной системы. Ведь как только дело по 282-й статье начинает получать широкую публичную огласку, то у следствия сразу же начинаются проблемы. Настолько абсурдным видятся все аргументы обвинения, настолько нелепо эти дела сшиты, что вся порочность антиэкстремистского законодательства, а самое главное – его право применения, вылазит наружу. Дело Марии Матузны из Барнаула – хороший пример, как солидарные действия правозащитников, блогеров и независимых от власти СМИ смогли вскрыть все механизмы фабрикации уголовных дел. Но есть и другие случаи, когда подозреваемым везет меньше. Активисты левого блока города Томска недавно попали под настоящий каток репрессий, где обвинения по 282-й статье стали формальным поводом не только для уголовного преследования, но и для настоящих гестаповских пыток с целью выбить нужные показания для следствия. По мнению Максима Шульгина, главного подозреваемого в этом деле, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и ФСБ устроили настоящую облаву в офисе организации по типу антитеррористической операции, положили всех активистов в пол, а потом увезли в отдел полиции. Максиму же, оперативники по дороге, прижили руку печью служебной машины, а впоследствии недвусмысленно намекали, что в СИЗО это же произойдет с его второй рукой, если он не напишет явку с повинной, что он и сделал под угрозами собственному здоровью. Около 10 активистов сейчас проходят по этому делу, как свидетели. Но как показывает практика, их статус тоже может быть пересмотрен, ведь преследуют их, конечно же, не за песенки и картинки в интернете, а за неугодные взгляды и активную гражданскую позицию. Подробнее с этим делом вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам в описании к этому ролику. Мы просим вас помочь ребятам в информационном освещении этого дела, ведь от этого зависит его исход. Сегодня опустим руки и дадим слабину. Завтра приедут к вам и провернут все по той же отработанной схеме. Думаю, многим уже понятно, что 282-я статья – это никакое не антиэкстремистское законодательство, а откровенно фашистский механизм запугивания и давления на граждан с собственным мнением и желанием что-то изменить в нашей стране. И никакие путинские пославления в этом вопросе не справятся с самой системой борьбы с неугодными. Поэтому настоящим шагом к восстановлению справедливости и хоть какой-то законности станет полная отмена этой дурацкой и вредной статьи. Возможно, что будущие политические изменения России начнутся именно с этого требования. Если вы согласны с нами, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и распространяйте это видео среди своих друзей и товарищей. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok